Добрый вечер, дорогие криворожане! Сегодня я обращаюсь к вам от имени группы людей, которые не могут просто смотреть телевизор и ожидать, чем закончатся события на востоке страны. Мы объединились в группу, чтобы помогать нашим ребятам. В зоне военных действий есть наши друзья, знакомые, родственники, коллеги. И нам не все равно, как они там и что с ними происходит. Сначала наша волонтерская группа взяла под опеку 93-ю бригаду, потом 51-ю. Но каждый день нам звонят люди и рассказывают о том, что есть подразделения, блокпосты, группы наших военных, до которых наша с вами помощь до сих пор не доходила. А им иногда даже не в чем воевать. У них нет даже иногда нормальной обуви. Но даже если у них есть все необходимое, наши с вами добрые пожелания, письма, наше участие им просто необходимо. И вот поэтому мы объединились в волонтерскую группу, которая созванивается с нашими бойцами, выясняет их потребности, и обращаемся к вам, к организациям, собираем все необходимое и сами отвозим в зону АТО. Наша волонтерская группа совершила уже две поездки. Мы встречались с ребятами, когда передавали ваши подарки им, общались. Мы понимаем, насколько им важно наше участие в их судьбе, насколько важно, как мы относимся к их военной деятельности и к их военному быту. И поэтому сегодня мы обращаемся к вам с просьбой не остаться равнодушными и принять участие в этом волонтерском движении, которое начато и продолжается у нас в Кривом Роге. Таких волонтерских групп, как наша, много. И каждая группа действует либо самостоятельно, либо где-то мы объединяемся, координируемся. Но чем больше будет таких волонтерских групп, тем больше ребят на фронте получат наше тепло, нашу помощь, нашу поддержку. И, возможно, тем больше жизней мы сохраним. Сегодня мы связались еще с двумя подразделениями штурмовая рота 93-й бригады, которые сообщили нам, что за все время военных действий они ни разу не получили от Криворожан ни посылок, ни каких-то весточек, ни подарков. Хотя знают, что в 93-ю бригаду постоянно идут эти передачи. 1-го числа, в пятницу, мы будем осуществлять погрузку очередной машины в зону АТО. Поэтому мы приглашаем вас присоединиться, принять участие в этом. Наш волонтерский пункт базируется по адресу улица Кассиора, 53, магазин «Эдем. Все для рыбалки». Координатором волонтерской деятельности, именно связи с военными, является Поддубняк Сергей. Его номер телефона 096-444-84-40. Он знает все потребности тех частей, куда мы едем, координирует их поиск, их поставки. Звоните ему, если вы заинтересованы в оказании помощи, общайтесь с ним. Я хочу сказать, что в нашу волонтерскую группу обращается очень много криворожан. И я не могу просто не поблагодарить тех, кто уже принял активное участие в формировании, в организации тех двух поездок в зону АТО, которые уже нами были совершены. Я хочу поблагодарить компанию «Алкомаркет» за постоянные еженедельные поставки воды для наших ребят. Вы знаете, после последней поездки, через сутки, после того, как мы завезли им тонну воды, они позвонили и сказали, «Не надо сладкого, везите воду». У них большие проблемы с водой. Поэтому «Алкомаркет», ребята, спасибо вам большое за вашу помощь. Мы бы хотели поблагодарить Питкова Владимира, который поставлял нам в неограниченных количествах, в очень больших количествах носки, просто мешками, который поставляет резиновые сапоги и баки, пластиковые баки для воды, для душа, тоже в неограниченных количествах. Спасибо вам, Владимир. Я бы хотела особо отметить жителей микрорайона «Восточный», которые сами организовались, организовали сбор продуктов у себя во дворе, позвонили нам, и мы только приехали, забрали все это. Низкий вам поклон, дорогие наши криворожане. Мне бы хотелось отметить Юрия Гуйду, который закупил на собственные деньги и принес пять комплектов, полных комплектов, вместе с обувью, с берцами военной формы. Пять бойцов получат сменную одежду и смогут комфортнее себя чувствовать. Спасибо вам, Юрий, большое. И, конечно же, я бы хотела поблагодарить компанию «МИК», которые на прошлой поездке обеспечили нас с огромным количеством сухарей, печенья, галет, которыми мы побаловали наших ребят. Но, к сожалению, всех этих усилий порой недостаточно, потому что потребности ребят, наших военных ребят, они специфические. Необходимы шлемы, необходимы приборы ночного видения, необходимы тепловизоры. То есть это то, что мы на наши волонтерские небольшие средства приобрести не можем. Поэтому мы обращаемся к предприятиям, к предпринимателям, к крупным, средним. Не останетесь равнодушными. Помогите нам, потому что мы непосредственно отвозим ребятам то, что они просят. Вот сейчас для 51-й бригады есть потребность в компьютере. Либо ноутбук, либо компьютер. Я думаю, что обязательно найдется фирма, которая либо списывает свое старое компьютерное оборудование, покупает новое. Поделитесь с ребятами. Им это надо для осуществления военных действий. К нам очень много обращаются людей, которые хотят оказывать волонтерскую помощь, именно организационную работу. И мы сделали шаг вперед. Сегодня нами изготовлены ящички для сбора денежных средств. Если вам встретятся волонтеры, которые просят помочь армии от нашего имени, от имени организации «Громатика Рада Криворижья», то у этих людей обязательно должна быть вот такая доверенность на имя волонтера. И вот такая ведомость. То есть у вас будет возможность либо опустить деньги в опечатанный ящик для сбора денег, либо записать свое пожертвование вот в эту ведомость. Вся информация о собранных средствах, о их расходовании, помещается в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Наша группа называется «Криворижцы ГО». Еженедельно мы выкладываем финансовые отчеты, фото, видео отчеты о наших поездках о сборе средств. Я знаю, что не все криворожане разделяют необходимость помощи армии. Считают, что это обязанность государства. Не все одобряют то, что происходит на Востоке. Я обращаюсь не к этим людям. Я обращаюсь к тем украинцам, для которых каждый убитый наш мальчик — это кусочек их сердца. Я обращаюсь к тем, кто понимает необходимость тех действий, которые сейчас происходят на Востоке, и понимает, что именно от нас с вами зависит количество тех ребят, которые не вернутся домой. От нас с вами могут зависеть их жизни. Давайте поможем нашим ребятам закончить все быстрее на Востоке и вернуться живыми домой. Еще раз напоминаю, телефон для справок 096-444-8440, координатор нашей волонтерской группы Поддубняк Сергей, адрес волонтерского пункта улица Кассиора, 53, магазин «Эдем», все для рыбалки. Приходите, будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова